Друзья, у меня сегодня для вас обзор 4-х канального усилителя Raven 4.135 второй версии. Это AB-класс, у него 4 канала, заявки при 4 Омах по 135 Вт и в 2 Омах 220 Вт. При этом можно его подключить двумя мостами и получить 2 канала в 4 Омах по 400 Вт. То есть такой 4-х канальный, который можно использовать как 2 по 400 Вт. На какие-то 2 очень мощных динамика. При этом он оснащен фильтрами низких и высоких частот, которые работают от 10 Гц до 16 кГц. При этом размеры 400 на 233 на 57 мм. Комплектуется данный усилитель вот такой огромной наклейкой DL-Audio. Гарантийным талоном, напоминанием о том, что можно получить скидку или акустику в подарок. Ароматизатором автозвук для тебя DL-Audio и наклейкой шильдиком DL-Audio. Также в комплекте идет вот такой провод для подключения выносного регулятора. И тут же в этом пакете лежат 2 предохранителя и саморезы. Вот так выглядит регулятор. У него 2 регулятора на 1, 2, 3, 4 каналы. Он может вам показывать вольтаж в вашей системе, то есть напряжение бортовое или температуру. Регуляторы здесь оба с щелчками, то есть вот так вот, видите, да, даже слышно как щелкает. Крепится на 2 самореза, имеет алюминиевый корпус. Вот так выглядит сам усилитель, довольно-таки небольшого размера, но я бы сказал средний такой размер, понимаете, да, 40 см длиной, где-то 250 см шириной. Ну и 5,5-5,7 высотой. Матовый такой оранжевый цвет. Значит, смотрите, с этой стороны у нас имеется самая отличительная вообще особенность вот таких усилителей. Я бы сказал, это уже не бюджетный, уже хороший такой усилитель. У него есть кнопка 4 канала, 2 канала. Если кнопка нажата, то у вас работать будет одна пара RCA, то есть вам вторая пара в принципе не нужна будет. Ну, если вы хотите поканально подключить и раздельно фильтровать, то, конечно, 4-х канальный способ подключения используйте в любом случае. Здесь у нас индикатор включения или защиты. Здесь у нас кроссовер, это басбуст. Тут тоже басбуст и кроссовер, то есть каналы, зеркальное отображение. Этот слева направо, этот справа налево идет. Здесь ближе к кросса разъемам это гейны, то есть регулятор согласования выходного сигнала с головного устройства и усилителя. Также два регулятора, хай-пасс фильтр и лпф фильтр, то есть лоу-пасс фильтр. Соответственно, переключатель здесь можно поставить в положение хпф, то есть будет работать только этот регулятор. Можно поставить посередине будет лпф и хпф работать, то есть оба регулятора. То есть это будет бандпасс-фильтр полосовой, можно всю полосу регулировать. Либо можно полностью выключить и эти регуляторы перестанут работать, будет работать только гейн. Басбуст имеет положение 0, плюс 6 и плюс 12 дБ. Не рекомендую, если не понимаете, что делать. Если вы новичок, его использовать вообще, рискуете просто вывести динамики из строя. А так, в некоторых случаях бывает, что выручает, но не часто. Со стороны подключения динамиков и силовых проводов, здесь у нас под 4 гейдж примерно терминалы. Я думаю, даже двоечка, наверное, залезет, где-то 35 квадратов. Вот, а рем под восьмерку. Все подписано, плюс, рем, минус. Три предохранителя по 35 ампер, то есть где-то 105 ампер у него потребление максимальное может быть. Вот такой терминал ступенчатый, видите, да, для акустических проводов. Все обозначено 1, 3, 2, 4, то есть 1, 2, 3, 4, соответственно, обозначено плюс-минус, 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 плюс-минус или плюс-минус, если мостом будете брать. Соответственно, вот это плюс, это минус, вот это плюс, вот это минус для моста. Вот и все, ребята, вот такой вот усилитель, давайте его подключим, послушаем, как он звучит, покрутим регуляторы, попереключаем переключатели. Ну, я какое-то мнение еще скажу обязательно. Так, сначала рассказываю, как подключил. Подключил в третий и четвертый, вот так, и работает он в двухканальном режиме сейчас у меня. Вот сейчас в четырехканальном режиме, видите, и сразу остался играть только вот этот динамик. То есть, вот я сейчас покручу гейн, вот этот не реагирует, видите, а вот этот, этот реагирует. То есть, работают третий и четвертый, куда они и подключены. Сейчас я выключу, переключу в первый и второй и покажу вам, будет ли работать он. Теперь работает тот динамик, вот тот дальний, этот молчит. Чтобы вы убедились, вот показываю, смотрите. Это у нас крутилка не реагирует, а вот это реагирует. Так, теперь включаем двухканальный режим. Не работает, полностью молчит, видите. То есть, чтобы он работал в двухканальном режиме, вам нужно подключаться на третью и четвертую пару тюльпанов отца. При этом динамики подключены на мост у меня, видите, да, верхний мост и нижний мост. То есть, это динамик на один мост, и тот динамик на один мост. Динамик на один мост Так, теперь, что касается фильтров. Сейчас он включен в фул. Вот я включил ЛПБП, то есть полосовой. И должны работать и этот регулятор, и этот. Проверяем. Так, на левом канале отработал. Теперь на правом. Вот так они будут играть теперь. Слышно, да? Как твиттеры. При этом стоит чуть-чуть отпустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой звук можно получить Давайте я погромче сделаю Вот где-то отсюда уже начинают реагировать Субтитры создавал DimaTorzok Ну и что мне нравится Лично мне Что здесь все металлическое Вот крутилочки металлические Мне очень нравятся Всегда Это кайф Так настраиваем теперь левый канал Смотрите Здесь гейн Давайте на 12 сделаю Тут у нас хайпа сфолтер На максимум накручено В общем смотрите и слушайте Вот так вот Видите когда он задушен Высокий когда только слышно Очень сложно разницу уловить Вот Еле-еле меняется там А вот если я чуть-чуть распущу Давайте я вот так вот сделаю Насколько большая разница То есть громкости очень много Когда весь частотный диапазон играет Ну и наверное важное замечание Что при постановке переключателя В любое положение Если регуляторы распущены В максималку То звук не меняется По крайней мере на вот таких динамиках Если поставить твиттер Может быть что-то будет изменяться Но я пока не слышу В общем что могу сказать Кнопка рабочая Отжал И не работает одна сторона Работает только Три-четыре При нажатой работают Все Вот А если Подключить поканально Ну естественно Тогда поканально Будет у вас все Тоже работать Мощности здесь Давайте чтоб динамик не угробить Я его чуть-чуть подожму И наболтаю Вот так Часика на два Короче чтобы мне комфортно Тут было находиться Чтоб я с ума не сошел Я поджал его лопа с фильтром Чуть-чуть заглушил Вот видите Если распустить он будет Ну прям громко очень И хайпа с фильтром Я поджал его снизу Чтоб он не басил Чтоб он только панчил Для того чтобы катушка Не сгорела на этом динамике Иначе может сгореть катушка Очень громко ребята Давайте я здесь фильтр выключу И продемонстрирую вам Как он будет играть Если я здесь настрою Фильтр высоких частот На 200 герц Субтитры сделал DimaTorzok Ну это громко Что я могу сказать Давайте пониже На 160 Все Могу сказать только одно Это громко Это не выпиливает мозг тебе Это довольно качественный звук Но это очень громко ребята Вот такой вот усилочек Он чуть-чуть нагрелся у меня Долго я с ним вожусь Около 20 минут он у меня работает Чуть-чуть нагрелся Ну то есть рука спокойно лежит Он еле-еле теплый То есть примерно температуры тела Ну то есть 30 там Может 6 Может 7 градусов Вот в этом месте Тут прохладный Только вот здесь нагрелся Вот в этом месте И вот в этом Ну и вот тут тоже посерединке Я считаю что усилок годный Хорошие фильтры Хорошие разъемы Хорошие регуляторы Хорошие силовые И акустические разъемы Годные размеры То есть это стандартный АБ класс По размерам Где-то 40 на 25 Ссылочку на Яндекс.Маркете Поищу Для вашего удобства Прикреплю Чтобы вы могли Сразу перейти Посмотреть Характеристики И Красивые картинки А также ценник На этом у меня все Пишите свои комментарии Что вы думаете По поводу Вот такого красавчика Такого шелка Надеюсь вам было интересно Смотреть До новых встреч Пока-пока